Девушки отдыхают Митридат Евпатор – легендарный правитель понтийского царства, о котором писали Плутарх, Страбон и даже Пушкин. Могила Митридата озерена сиянием заката. Могилу Митридата искали не одну сотню лет. Историки, археологи и просто любители древности. И долгожданная находка российских ученых должна была навести наслед. Гипсикрат смущало одно обстоятельство. Гипсикрат – мужское имя. Как же такое может быть? Археологи недоумевали. Не менее удивителен и тот факт, что надгробие было найдено под водой. Быть может, жители древней Фанагории хоронили своих умерших на дне морском? Но нет. Археологи позже обнаружили останки Фанагорийского некрополя. Он, как и положено, находился на берегу. Выходит, для царской жены с мужским именем сделали исключение? Почему? Но самый интересный вопрос – что вообще супруга Митридата делала в Фанагории? Фантийское царство располагалось на севере современной Турции. Столицей был город Синоп. Тот самый, в чьей гавани много веков спустя Нахимов разгромил турецкий флот. А Фанагория – это Керченский пролив. От одной точки до другой – 400 километров моря. В античное время царские жены так далеко от мужей не уплывали. Что же за человек был понтийский царь Митридат? А из тумана выходит кто-то очень знакомый. Да это же понтийский царь Митридат. А в руке у него ножик. Зачем тебе ножик? – спрашиваю я. А он отвечает. Как зачем? Резать тебя? Вот зачем. И тут меня пронзило в левый бок, потом в правый, и я начал биться от боли по всему перрону. Это я процитировал поэму «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. В ней героев встречает античного правителя прямо в предмосковной электричке. Неуемная фантазия автора? Безусловно. Но вот что интересно. Митридат действительно имел особенность появляться там, где его не ждали. Митридат вообще был поразительной личностью. Напротив имени Митридата Евпатора в исторических энциклопедиях стоит несколько странное словосочетание. Царь Понта. Понтом в древности называли Черное море. То есть получается, царь Черного моря? Сразу представляется эдакий Нептун с трезубцем. Понтийское царство в период своего расцвета и в самом деле подчинило себе значительную часть Черноморского побережья. Причем расцвет этот случился именно при Митридате. Так что действительно, царь Черномор. По легенде, царь Черномор был настолько богат, что его сокровищница украшал конь в натуральную величину, сделанный из чистого золота. Некоторые источники утверждают, что это был даже не конь, а четверка лошадей, запряженная в колесницу. И все из чистого золота. Причем после смерти Митридата этих коней никто не видел. Говорят, что царь захватил сокровища с собой в могилу. То есть золотых коней похоронили вместе с ним. Но где находится могила Митридата? Разыскав ее, мы получим шанс найти и сокровища понтийского царя. Уникальный артефакт античной культуры. Первое, что приходит в голову, может поискать могилу мужа рядом с могилой жены. То есть рискнем предположить, что могила Митридата на дне Фоногорийской бухты. И где-то поблизости лежат царские сокровища. Но чтобы их найти, придется тщательно обследовать бухту. Это непросто. Дело в том, что у Фоногорийской бухты весьма специфический рельеф дна. И для его исследования здесь требуется специальное оборудование. Попробуем проконсультироваться с экспертами и выяснить, кто может нам в этом помочь. Однако эксперты разубедили нас в необходимости погружения. По их мнению, царское надгробие попало в море совершенно случайно. Там был построен подводный фундамент для портового сооружения. В позднее время, это где-то, видимо, начало 4 века нашей эры. И они собирали камни, там дефицит камня на Таманском полуострове. Они собирали камни по всему городищу и выломали кусок надгробия, притащили туда и вложили под водой фундамент. Поэтому сохранилось надгробие, иначе бы оно не дошло до нас. То есть надгробный камень с могилы царицы оказался на дне морском, поскольку был перенесен из своего изначального места. Косвенным доказательством служит тот факт, что боковые грани надгробия обработаны довольно грубо. Что же, надгробие царицы делали спустя рукава? Нет. Причина в другом. Дело в том, что с лицевой и с задней стороны мрамор отшлифован, а с боков нет. Это означает, что там что-то было сбоку, и поскольку это верхняя часть, сверху была статуя, то она на чем-то стояла, и снизу было какое-то сооружение. По всей видимости, это могло быть какое-то общее большое надгробие. Да, одинокая могила на дне бухты – это странно. Но можно предположить, что человек, допустим, завещал похоронить его таким образом. Но целый подводный некрополь – это уже как-то чересчур. Итак, жена Митридата была похоронена все-таки на суше. То есть искать сокровища понтийского царя на дне морском бессмысленно. Или нет? В 2012 году у берегов Фанагории был обнаружен античный корабль, позднее идентифицированный как «Берема Митридата Евпатора». «Берема» – грибной военный корабль с двумя рядами весел. На сегодняшний день это древнейшее судно такого типа, найденное на территории России. Любопытная деталь. Судя по останкам, судно не затонуло, а сгорело. Мы нашли во время раскопок под водой корабль, который сгорел в верхней части, он сгорел, и он затонул. Мы совершенно не могли определить ни дату корабля, очень приблизительно определяли от II века до нашей эры и до I веков нашей эры. А в этом году, неожиданно при доследовании корабля, мы нашли таран. Это боевой таран, который крепился на носу этого судна боевого. Соответственно, это боевое судно. И когда он атаковал вражеский корабль, он пробивал тараном, пробивал борт этого судна, и оно тонуло. Ну, таран как таран, сама по себе находка очень редкая. Но самое главное, что на ней был царский знак Митридата. Полумесяц звезда. Это говорит о том, что корабль принадлежал его флоту. Что вообще Митридат со своей супругой делали здесь, у берегов Фанагории? И почему все-таки у царской жены было мужское имя? Ну вот на этот вопрос мне, быть может, удалось найти ответ. Римский историк Плутарх, описывая одну из битв Митридата, отмечает, что всю битву подле царя находилась его супруга, гипсикратия, проявлявшая невероятное мужество и сносившая все лишения наравне с мужчинами. Она была одета в мужскую одежду, без устали скакала верхом и сражалась, как доблестный воин. Ну, про таких говорят, что коня на скаку остановят. Так может быть поэтому Митридат свою боевую подругу называл мужским именем? Но что же Митридатова Амазонка делала в Фанагории? Возможно, ключ к разгадке, то самое сгоревшее судно. Как мог сгореть античный боевой корабль? Неосторожное обращение с огнем? Маловероятно. Пожар, скорее всего, успели бы потушить. Может быть, всему виной знаменитый античный лазер? Гигантские зеркала, якобы фокусировавшие солнечные лучи и поджигавшие корабли на расстоянии. Про подобный агрегат давно уже ходят легенды. Молва приписывает это изобретение Архимеду. Но уж он-то в Фанагории точно не был. Но вот что важно. Это был боевой корабль. Вспомним, к примеру, каким образом окончился боевой путь первого русского военного корабля «Орел». Во время восстания Степана Разина он был сожжен прямо в Астраханском порту. Что если в древней Фанагории тоже вспыхнул бунт? Античные историки эту догадку подтверждают. Римский историк Апиан в своем сочинении «Митридатовые войны» рассказывает следующее. В 63-м году до нашей эры в Фанагории случилось восстание. Жители подожгли Акрополь, где находились дети Митридата. Узнав об этом, гипсикратия с отрядом поспешила на помощь. Возможно, на том самом корабле. Но силы оказались неравны. В итоге корабль сожгли, а царских детей взяли в плен и впоследствии выдали римлянам. Сколько работал в Фанагории, я там работаю больше 40 лет, я никогда не знал, где находится Акрополь. Мы его искали, не могли найти. Потому что это место, выделяющееся всегда, либо холм какой-то, либо укрепленное место. По иронии судьбы, оказалось, что я всю жизнь работаю на Акрополе. Вот сколько я работал там, я практически все время работал, оказывается, на Акрополе, на территории Акрополя. И понять это мы смогли, потому что в один момент мы нашли одно очень большое здание, которое сгорело в сильном пожаре. Здание огромное, мы его до сих пор не исследовали до конца. Сильный пожар датируется монетами где-то первого века до нашего года. И понять, что это такое, невозможно абсолютно. Но потом при помощи, скажем так, внимательного анализа монет, которые в большом количестве мы нашли в этом здании, мы пришли к выводу, что это здание, которое погибло в пожаре 63-го года до нашей эры. А Ростак, значит, мы находимся на Акрополе. А Ростак – это здание резиденции царя Митридата, в котором находились его дети. И стало все это выстраиваться в очень интересную картинку. Почему гипсикратия примчалась во взбунтовавшийся город? Спасти царских детей, матерью которых она, кстати, не была. Это были отпрыски Митридата от предыдущих жен? Возможно. Однако не исключено, что попутно одна хотела спасти еще и какие-то материальные ценности. Может быть, золото Митридата? Его, кстати, ищут вот здесь, в Фанагории, уже не одно столетие. Сокровища в этих краях начали искать еще при Александре I. В 1822 году здесь раскопали большой курган. Внутри оказался богатый клад античных времен. После этого к фанагорийским курганам толпой потекли кладоискатели. Их стараниями был нанесен колоссальный ущерб местным культурным памятникам. Ведь каждый год любители древности сравнивали с землей с десяток бесценных для науки курганов. При Александре II раскопками в Фанагории занялись, наконец, ученые, в частности, знаменитый историк Иван Забелин. Но и его методы были далеки от совершенства. Он специалист, конечно, по русской истории. И работал в Государственном музее историческом нашем. Был очень заслуженным, уважаемым человеком. Но как археолог, и как специально археолог античности был не просто ноль, а нанес огромный ущерб нам. Потому что, к несчастью, он копал как раз Акрополь. Раскопки вел он очень просто. Он нанимался там, нанимались солдаты. Они прокапывали траншею, шириной, скажем, там 2-3 метра. Даже больше иногда, 4-5. И прямо до материка, до песка, все сносили. На тачки грузили и вывозили, выбрасывали в отвал. То есть, если в процессе что-то находили, монету какие-нибудь, терракотовые статуэтки, или какие-то расписные телепочки, они все это брали. Но это все было бессистемно. Вещь во время раскопок имеет ценность и значение, прежде всего, когда она найдена на своем месте. Потому что она находится не просто в земле, она находится внутри конкретного культурного слоя, который имеет конкретную дату и относится к каким-то конкретным строительным остаткам. В этом смысл и значение. А то, что это красивый сосуд или золотая монета, это второе. А первое, это точная фиксация предмета. Вот он этого не делал. Значит, предметы теряют ценность сразу же. Они становятся беспаспортными. Это уже не важно, найдено в этом месте, в этом месте, на этой глубине или на другой. Теряется все. Это первое. Второе, это бессмысленное уничтожение культурного слоя. А поскольку это самый центр города, это цитадель Крополь, здесь сосредоточены общественные здания и вся политическая жизнь, и все основные храмы, может быть, то ущерб еще становится более чувствительным. Поэтому человек нанес очень серьезный ущерб. Впоследствии за дело все же взялись профессионалы. И сегодня, благодаря археологам, древняя Фанагория открывает все новые и новые грани. Ее окрестности уже довольно хорошо исследованы, но ни могилы Митридата, ни его золотых коней, там не нашли. Похоже, искать следы легендарного понтийского царя следует не в Фанагории, а где-то еще. У Митридата VI было несколько имен. Например, Дионис, в честь греческого бога, или просто Великий. Ну, вполне себе скромно. Легенда гласит, что когда будущий царь Понта еще лежал в колыбели, в нее ударила молния. Колыбель загорелась, но младенец остался невредим. Так вот, в память об этом событии у правителя на лбу остался шрам. Вот откуда взялся Гарри Поттер с его шрамом на лбу в виде молнии. И все же, если серьезно, пока не совсем понятно, в каком направлении нам продолжать поиски. Казалось бы, вот она память о Митридате Евпаторе на карте современного Крыма. Город Евпатория. Но нет. Ехать туда нет никакого смысла. Выясняется, что к Митридату город отношений не имеет. Есть, правда, версия, что здесь когда-то была крепость, основанная сподвижниками легендарного царя. Но совершенно точно известно, что находившееся на этом месте греческое поселение называлось Керкинетида. Упоминание об этом есть у Геродота в его истории. Позже крымские татары основали здесь город Кизлев, в переводе родник. А когда Крым вошел в состав России, город переименовали в Козлов. Но потом все-таки спохватились. Город Козлов звучит не слишком привлекательно для туристов. И Козлов стал Евпаторией. По всей видимости, Евпатория была названа в честь античного царя по принципу благозвучия и политического подтекста. Желание подчеркнуть преемственность античной, а не татарской традиции. Евпатория переводится как «рожденная благородным отцом», хотя не очень понятно, о каком благородном отце в данном случае идет речь. А вот Митридат звался Евпатором совершенно заслуженно. В роду Митридата были сплошь легендарные цари античного мира. Он даже как-то обмолвился, что если его познатности сравнить с правителями Рима, то он, Митридат, окажется куда славнее всего этого скопища бродяг. Ведь среди его предков Дарий, Грозный Кир и даже сам Александр Великий. Кстати, понтийское царство как раз и появилось после смерти Александра Македонского и раздела его империи наследниками, диадохами. Митридат был царским первенцем и его с детства воспитывали как престола наследника. Причем Юми Митридат великолепно проявлял себя не только в родном деле, но и в науках. Все говорило за то, что со временем он станет блестящим царем. Но когда Митридату исполнилось 14, все в его жизни резко поменялось. Отец Митридата был отравлен на Перу в собственном дворце. Причем заказчиком преступления, судя по всему, была его любимая супруга Лаудика. Именно она после смерти царя стала править понтом. Вообще для античного мира это было нормой отправить на тот свет какого-нибудь близкого родственника, чтобы самому усесться на трон. Бывало даже так, что матери убивали собственных детей. Например, Ниса Каппадокийская лишила жизни пятерых своих сыновей, чтобы они не лишили ее трона. Так что Митридату было чего опасаться. И чтобы не повторить судьбы своего отца, он спешно бежит за границу. Митридата приютил престарелый правитель Малой Армении и в итоге сделал его своим наследником. Возмужав и собрав войско, Митридат возвращается домой и отбирает у матери трон. Но тут выяснилось, что за время своего правления Лаудика подружилась с римлянами и даже подарила им целую провинцию. Так у Митридата появился новый грозный враг, с которым он будет бороться всю оставшуюся жизнь. Римская империя. Но где же все-таки находится могила Митридата? Подсказку, куда нам дальше двигаться, я нашел у Пушкина. У него есть следующие строки. Изрит пловец могила Митридата озарена сиянием заката. Помните, именно с этой цитаты мы и начали программу. И, кстати, пловец в данном случае это сам Пушкин, причем не очень удачливый. Дело вот в чем. Весной 1820 года 20-летний Пушкин за свои эпиграммы на царя едва не отправился в Сибирь. Спасает заступничество Карамзина. В итоге поэта высылают в Кишинев. За три недели до дня рождения он отправляется в то, что мы называем Южной ссылкой. Формально это был перевод по службе распоряжения генерала Инзова. Генерал Инзов, который был начальником колонистов Южного края на тот момент непотребительный начальник Пушкина. К нему очень хорошо, теплоотечески относился. Однако по дороге к новому месту службы Александр Сергеевич весьма неудачно искупался в Днепре и заработал воспаление легких. Для поправки его здоровья приятель Пушкина генерал Раевский везет поэта на Кавказ, а затем в Крым. В Кишинев к месту ссылки Пушкин прибудет только осенью. Я просто цитирую его слова из письма брата. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. И эти пять месяцев путешествия действительно были одним из самых счастливых моментов его жизни. Потому что он находился в кругу очень образованной интеллигентной семьи. Боевой генерал, которым восхищался Наполеон. Все его дочери прелесть старшая женщина необыкновенная. Очень большая дружба его связывала с Николаем Раевским младшим, человеком очень образованным и очень многие суждения Пушкина о стихах, о литературе мы находим именно письма Раевскому младшему. Поэтому это была семья, где его принимали как равного, где поняли, оценили по достоинству его дарования, его талант. 14 августа 1820 года Пушкин с Раевским приезжают в Тамань. Вот здесь, в несохранившейся до наших дней Фоногорийской крепости в честь именитого гостя устраивают пышный прием. Нет, не в честь Пушкина, а в честь генерала Раевского, героя войны 1812 года. Пушкин был тогда еще никому неизвестен. Из произведения которой его обессмертят он на тот момент написал только Руслана и Людмилу. Утром следующего дня Пушкин и Раевский отплывают в Керчь. Мы последуем за ними. За 8 часов путешественники пересекли Керченский пролив и перед взором Пушкина предстала знаменитая гора Метридат, возвышающаяся в центре Керчи. Поэт, как и его современники, считал, что именно здесь находится могила античного монарха. У этой лестницы 423 ступени. Сейчас я прошел меньше половины. Честно скажу, нелегко. Правда, когда-то по этой лестнице поднимались Николай I, Александр II и ничего, говорят, не жаловались. А когда здесь был Пушкин, то лестницу вообще еще не построили. И поэт взбирался по крутому склону и дошел до вершины. Но значит, и у меня сейчас должно открыться второе дыхание. Во время недолгого пребывания в Керчи он побывал на горе Метридата. Это не могила Метридата, как установили археологи. Это развалины древней Пантикопии, столицы Босфорского царства. Но для Пушкина вот эти развалины связывались с именем Метридата. Изрит пловец могила Метридата озарена сиянием заката. В письме брату Льву Пушкин пишет Думал я увидеть здесь развалины Метридатова гроба. И что же? На ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней и утесов грубо высеченных. Гроб ли это или древнее основание башни не знаю. Метон был уже давно разрушенный город древний, но совершенно разрушенный, ушедший, образно говоря, в землю. И явственных следов древности оставалось совсем немного. Они не давали какого-то ясного, четкого, яркого впечатления. А самая вершина, которую все принимали за могилу Метридата, тоже выглядела довольно невыразительно. Там оставалось некое углубление в виде кресла огромного, что дало повод в последствии называть это кресло Метридата. А когда нашли нечто похожее на гораздо меньших размеров на ближайшей горе, то это место стали называть первым креслом Метридата, а вот последующее вторым креслом Метридата. Ну вот мы и на горе Метридат. В черновиках путешествия Онегина есть такие строки. Он видит Керчь, уединенный на Метридатовом холме. Отсюда действительно открывается прекрасный вид на город. А у меня за спиной руины античного Пантикопея. Именно этот город был столицей Баспорского царства, одним из первых вошедшего в состав империи Метридата. Впрочем, у Пушкина руины Пантикопея особого восторга не вызвали. Они находились тогда в куда более запущенном состоянии. Из письма поэта Дельвигу «Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только». Но в целом, конечно, крымские впечатления оставили в Пушкине глубокий след. Для него очень важны были вот эти даже прикосновения к античности, прикосновения к древности, потому что вот то, что называется «Связь времен», Пушкин очень остро чувствовал. И вот эта цепочка от Пантикопея, от Воспольского царства к нему, вот к современному ему читателю, очень живо воспринималась как вот эта непрерывная цепь историческая. В конце концов, последние годы жизни Пушкин занимался историческими трудами. И это все зародилось вот в этих впечатлениях, которые он получил во время путешествия с Раевскими, именно прежде всего по Крыму, по этой древней Тавриде. Но вернемся к Митридату и горе, названной его именем. Гора Митридат это древний памятник. Это памятник древней погребальной культуры, античной культуры, связанной прежде всего конечно с именем Митридата, которого молва похоронила в этой горе. И я встречал людей, которые верят до сих пор, что Митридат там покоится. Эта легенда существует в Керче с конца 18 века. Говорят, Митридат был одним из любимых исторических героев императора Павла I. Вероятно, Павел увидел в античном царе родственную душу. Он тоже винил мать в гибели отца. Как известная Екатерина II организовала заговор против собственного супруга Петра III, после чего стала императрицей. И Павлу, как и Митридату, тоже пришлось ждать не один год, пока мать освободит трон. Но если Павел наследовал сильную и могучую державу, то Митридату страна досталась в плачевном состоянии. Все завоевания его отца были утрачены. Римляне прибирали к рукам окраины государства и настраивали соседей против Митридата. Пожалуй, единственной ценностью, которой еще могло похвастаться понтийское царство, был выход к Черному морю. Но Митридату и этого оказалось достаточно. С годами он не только вернул былое величие своей державе, но и значительно расширил ее границы. Черное море фактически стало внутренним морем его империи. Для начала Митридат сделал то, что не удалось его славным предкам Дарью, Киру и Александру Великому. Одержал победу над скифами. Затем к его владениям были присоединены Боспорское царство, Колхида и Каппадокия. Вот он наш герой. Лепили, конечно, не с натуры, но вид царственный. Памятник Митридату не зря установили рядом со школой. Ведь понтийский царь, если верить Плутарху и Аппиану, был еще первым в истории полиглотом. Он знал более 20 языков и с каждым своим подданным мог общаться на его родном диалекте. Вот кто из сегодняшних правителей способен на такое? За несколько лет Митридат подчинил себе большую часть современной Турции и почти все Черноморское побережье. И гнета. Большинство греческих городов сдавалось Митридату без боя. В награду за покорность царь осыпал греков всевозможными милостями, а вот к римлянам был беспощаден. Дошло до того, что Митридат издал указ, согласно которому раб, убивший своего хозяина римлянина, обретал свободу. За несколько месяцев в Греции и Малайзии были убиты десятки тысяч римлян. Причем часто это были не рабовладельцы или солдаты, а женщины, дети и старики. Уцелевшие римские олигархи укрылись на острове Делос, считавшемся родиной Аполлона. В честь него на острове был выстрен богатый храм. Митридат высадил успешный десант, и его казна пополнилась еще на несколько десятков талантов золота. Один талант это 25 килограммов золота. Вот столько, например, весил бы литровый пакет сока, металла. Золото один из самых тяжелых металлов. А Митридат, говорят, вывозил золото в метрополию целыми кораблями. Недруги утверждали даже, что царь, не зная, куда девать свои богатства, придумал изощренный способ казни. Человеку в горло вливали расплавленное золото. Так неужели все сокровища понтийского властителя ушли на репрессии? Куда же делись золотые кони Митридата? Да и были ли они? Есть вариант легенды, который повествует о том, что Митридат создал не просто золотого коня, он создал целую композицию. Это была квадрига, это была четверка лошадей, запрещенная в колесницу, и собственно колесницей этой управлял сам Митридат. Эту колесницу нашел один грек, ему приснился вещий сон, и он ночью обнаружил эту скульптуру, но понял, что она огромная, и отрезал только одну голову лошадей мою. Но стук, который он производил при этих работах, привлек внимание других людей. И эти люди, это были представители греков, опять же, греческой семьи Мисаксуди, эти люди извлекли полностью эту скульптуру, непонятно какого размера она была, и это составило основу всего будущего богатства этого семейства, поскольку глава этого семейства стал известным фабрикантом. Проведем нехитрые вычисления. Один кубометр золота весит примерно 20 тонн. Ну, а размеры взрослой лошади вы видите сами. Она явно больше, чем метр на метр. То есть на одного золотого коня у Митридата ушло бы как минимум тысячи талантов золота. А было ли у него столько? В конце концов Рим обратил внимание на безобразие творящееся в его греческих провинциях. За дело взялся Луций Корнелий Сулла. Он дважды подряд разгромил армию Митридата и понтийский царь вынужден был начать мирные переговоры. Митридат пытался проявить чудеса дипломатии, но Сулла был непоколебим. Он потребовал от понтийцев полной капитуляции. В итоге Митридат потерял все завоеванные территории. Свой флот из 83 Кроме того, на понтийское царство были наложены это 75 тонн золота. Эту цифру можно сравнить с целым золотым запасом некоторых стран. Например, Египта. То есть для Митридата это был такой ощутимый удар по бюджету. Все богатство его державы досталось римлянам. Ауром потестес эст. Золото это власть. Не успела отгреметь первая Митридатова война, как началась вторая. Оставленный Суллой наместник решил добить Митридата и вторгся в его владение, намереваясь покорить понтийское царство. Но на сей раз Митридату удалось оказать достойное сопротивление римским гарнизонам и теперь уже Сула первым заговорил о мире. Римский историк Гай Велли Патеркул дает Митридату следующую характеристику. Вождь в замыслах, воин в бою, а в ненависти к римлянам подобен Ганнибалу. Его коллега Люций Анны Флор при этом отмечает, что Ганнибал сопротивлялся римлянам 13 лет, а Митридат целых 40. Две войны с Римом не остудили его пыло. И в 74-м году до нашей эры 60-летний Митридат начинает новую войну. Она станет для него последней. Понимая, что в одиночку римлян ему не одолеть, Митридат активно ищет союзников, в том числе и в стане врага и находит, причем весьма неожиданного союзника. О восстании Спартака большинство из нас слышало еще в школе. Рабы, доведенные до отчаяния, попытались с оружием в руках бороться за свои права, но их попытка не увенчалась успехом, и рабы жестоко поплатились за свою дерзость. Вольтер называл восстание Спартака единственной справедливой войной в истории. Но так ли это на самом деле? Вообще в истории Спартака многие факты вызывают удивление. Например, весьма странные и даже хаотичные перемещения восставших. Начало восстания из гладиаторской школы в Капу и примерно в 150 километрах от Рима бежит группа гладиаторов во главе со Спартаком. Они двигаются на юг, по дороге разоряя виллы богачей. К Спартаку присоединяются все новые добровольцы, и вскоре он оказывается во главе многотысячного войска. Восставшие захватывают город Нола, еще несколько городов, доходят до Калабрии, это уже самый юг Опенинского полуострова, и вдруг поворачивают на восток, к побережью Ионического моря. А затем они идут на север и держат путь в сторону Альп. Но добравшись до Альп, Спартак снова поворачивает, теперь уже на юг, опять проходят через всю Италию и доходят аж до Мессинского пролива, отделяющего ее континентальную часть от Сицилии. И вот такое хождение Спартака по Италии продолжается почти два года. При этом надо понимать, что на усмирение восставших брошены все силы Рима. Со Спартаком сражается регулярная армия. Порядок в стране удалось восстановить только ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Теперь вопрос, кому это было выгодно? Явно тому, кто хотел максимально истощить силы Рима, то есть понтийскому царю Митридату Евпатору. Мы не можем утверждать, что Спартак был агентом Митридата. Но факт остается фактом. Восстание Спартака началось почти одновременно с тем, как Митридат вступил в свою третью войну с Римом. Именно из-за этого римские войска поначалу вынуждены были отступать, ведь Риму приходилось вести войну на два фронта. Но, разобравшись со Спартаком, Рим с удвоенной силой ударил по Митридату. Грозного Сулу сменил Лукул, но он также оказался умелым полководцем. Лукул навес Митридату несколько чувствительных поражений. От полного разгрома и пленения понтийского царя спасло лишь то, что римские легионеры, преследуя Митридата, наткнулись на ослика, навьюченного мешками с золотом. Пока они делили добычу, Митридат запрыгнул на корабль и уплыл в Армению к своему зятю. Теперь у него не было ни армии, ни казны, ни страны. Митридату снова помогли распревстание врага. В Риме у Лукула образовалось немало завистников и в конце концов Сенат отстранил его от командования и назначил на это место Помпея. Митридат тем временем собрал 30-тысячное войско и был полон решимости вернуть прежнее могущество. Но Помпей тоже был не промах. Он разбил понтийскую армию в пух и прах и назначил вознаграждение за голову Митридата. Митридат отступил в Колхиду и двинулся на север в Фонагорию. Почему именно Фонагория? Вероятно из всех еще подчинявшихся ему крепостей Митридат считал Фонагорию самой надежной. Именно отсюда он рассчитывал начать новый поход против Рима. На войну понятное дело нужны деньги. Так что если к этому времени у Митридата еще и были какие-то остатки его золотого коня, то скорее всего царь Понта планировал пустить их на зарплату наемникам. Но пока Митридат колесил по Крыму, пытаясь собрать новое войско, в Фонагории вспыхнул мятеж, на подавление которого у царя уже не было сил. Потеряв жену и детей, 70-летний Митридат обосновался в Понтикопее у своего старшего и самого любимого сына Фарнака. Но Фарнак уже сам хотел стать царем Понта. Когда даже ближайшие сподвижники Митридата перешли на его сторону, Фарнак решился на открытый мятеж. Легенда гласит, что на глазах у Митридата прежде верные ему слуги вынесли из Пантикопейского храма священный стебель и увенчали им Фарнака как нового царя. После такого позора жить Митридату было больше незачем. Римский историк Плини Старший в своей естественной истории писал, что после того, как отец Митридата был отравлен, наследник, чтобы не повторить его судьбу, стал приучать себя к разным ядам, то есть принимать их в малых дозах, чтобы выработать иммунитет. Он и не думал, что однажды эта привычка сыграет с ним злую шутку. Когда осознав свое полное поражение, Митридат решил свести счеты с жизнью, он принял яд, который носился бы много лет, но яд не подействовал. То ли Митридаты и в самом деле уже никакие отравы не брали, то ли яд просто утратил свою силу от долгого хранения. После неудачи с отравлением где-то здесь, на этом месте понтийский царь попросил своего телохранителя заколоть его. Позже сложит легенду, что Митридат закололся сам. Однако могила легендарного царя Понта находится совсем в другом месте. Молва похоронила Митридата в Керчи. Благодаря этому имя его живет по сей упору. И в современной Керчи все здесь о нем говорит и название горы. И многих улиц есть и верхняя Митридатская, и три просто Митридатских, и три переулочка Митридатских. Даже есть люди, которые по-прежнему верят в то, что здесь его могила. Доведя отца до самоубийства, Фарнак пошел еще дальше. Он отдал труп Митридата его злейшему врагу Помпею. Тот приказал отправить Митридата на родину в Синоп, где царя похоронили с подобающими почестями на родовом кладбище. Значит, нам туда дорога, в Турцию. Путь не близкий, и я вообще не уверен, что нам стоит его проделывать. Ведь нет никаких убедительных доказательств того, что в Синопе похоронен именно Митридат. Лично меня смущают два момента. Во-первых, Фарнак никогда особой неприязни к отцу не испытывал. Просто в какой-то момент он стал для него преградой на пути к трону. А вот римлян понтийский наследник ненавидел люто. И вряд ли он отдал бы им тело своего отца. Во-вторых, холодильников тогда не было. И когда мертвый Митридат доехал до Помпея, он был уже не в лучшем виде. Римляне с трудом распознали тело своего врага по боевым шрамам. Так что в Синопе похоронен скорее всего вовсе не Митридат. Но где же в таком случае нашел свой последний приют легендарный царь Понта. Итак, мы выяснили, могила Митридата находится не на горе его имени и не под горой. Нет ее и в Фонагорье. А в Синопе похоже похоронен вовсе не царь Понта. Поставим себя на место Фарнака. Если римлянам он решил выдать фальшивого Митридата, то настоящего сын наверняка похоронил бы в достойном месте, где-то неподалеку. Мы проанализировали имеющуюся информацию и кажется нашли такое место. Кажется у Честертана в одном из рассказов об отце Брауне есть мысль, что спрятать мертвое тело проще всего среди других мертвых тел. Мы вот же Мушкая, это пригород Керчи. Именно здесь находится царский курган, усыпальница правителей Баспортского царства. Мы предполагаем, что именно в ней был тайно похоронен Митридат. Кстати, от места его гибели сюда идти не более часа. Это совсем близко. К сожалению, никаких золотых коней ни нами, ни до нас здесь найдено не было. Но могло ли на самом деле в могиле Митридата лежать что-то подобное? Едва ли. Ведь в многолетней борьбе с Римом царь Понта истощил все свои ресурсы. И, кстати, сделал это Митридат совершенно напрасно. Ведь он так и не смог одолеть грозного противника. Это удалось только необузданным готам и то лишь пять веков спустя. Возможно, в годы рассвета своей империи Митридат и впрямь был достаточно богат, чтобы отлить себе целый табун золотых коней. Однако очевидно, что сокровища Митридата, если они вообще существовали, были потрачены им на войны. Да и умер он не в тех обстоятельствах, когда в могилу кладут несметные богатства. Посмотрите, какая красота! Даже не скажешь, что это гробница. Если именно здесь, как мы предполагаем, Фарнак похоронил отца, то это место вполне достойно такого грандиозного человека, как Митридат Невпатор. грандиозного к storm昨年 хрунк 2004 год. В ходе раскопок в Древней Фанагории на Таманском полуострове было обнаружено странное надгробие, датированное первым веком до нашей эры. Надпись на камне гласила «Гипсикрат, жена царя Митридата Евпатора». Митридат Евпатор – легендарный правитель понтийского царства, о котором писали Плутарх, Страбон и даже Пушкин. Могила Митридата озерена сиянием заката. Могилу Митридата искали не одну сотню лет. Историки, археологи и просто любители древности. И долгожданная находка российских ученых должна была навести на след. Смущало одно обстоятельство. «Гипсикрат» – мужское имя. Как же такое может быть? Археологи недоумевали. Не менее удивителен и тот факт, что надгробие было найдено под водой. Быть может, жители древней Фанагории хоронили своих умерших на дне морском? Но нет. Археологи позже обнаружили останки фанагорийского некрополя. Он, как и положено, находился на берегу. Выходит, для царской жены с мужским именем сделали исключение? Почему? Но самый интересный вопрос – что вообще супруга Митридата делала в Фанагории? Фантийское царство располагалось на севере современной Турции. Столицей был город Синоп. Тот самый, в чьей гавани много веков спустя Нахимов разгромил турецкий флот. А Фанагория – это Керченский пролив. От одной точки до другой – 400 километров моря. В античное время царские жены так далеко от мужей не уплывали. Что же за человек был понтийский царь Митридат? А из тумана выходит кто-то очень знакомый. Да это же понтийский царь Митридат. А в руке у него ножик. «Зачем тебе ножик?» – спрашиваю я. А он отвечает. «Как зачем?» «Резать тебя?» «Вот зачем». И тут меня пронзило в левый бок, потом в правый, и я начал биться от боли по всему перрону. Это я процитировал поэму «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. В ней герой встречает античного правителя прямо в подмосковной электричке. Неуемная фантазия автора? Безусловно. Но вот что интересно. Митридат действительно имел особенность появляться там, где его не ждали. Митридат вообще был поразительной личностью. Напротив имени Митридата Евпатора в исторических энциклопедиях стоит несколько странное словосочетание. Царь Понта. Понтом в древности называли Черное море. То есть получается, царь Черного моря? Сразу представляется эдакий Нептун с трезубцем. Понтийское царство в период своего расцвета и в самом деле подчинило себе значительную часть Черноморского побережья. Причем расцвет этот случился именно при Митридате. Так что действительно, царь Черномор. По легенде, царь Черномор был настолько богат, что его сокровищница украшал конь в натуральную величину, сделанный из чистого золота. Некоторые источники утверждают, что это был даже не конь, а четверка лошадей, запряженная в колесницу. И все из чистого золота. Причем после смерти Митридата этих коней никто не видел. Говорят, что царь захватил сокровища с собой в могилу. То есть золотых коней похоронили вместе с ним. Но где находится могила Митридата? Разыскав ее, мы получим шанс найти и сокровища Понтийского царя. Уникальный артефакт античной культуры. Первое, что приходит в голову, может поискать могилу мужа рядом с могилой жены. То есть рискнем предположить, что могила Митридата на дне Фанагорийской бухты. И где-то поблизости лежат царские сокровища. Но чтобы их найти, придется тщательно обследовать бухту. Это непросто. Дело в том, что у Фанагорийской бухты весьма специфический рельеф дна. И для его исследования здесь требуется специальное оборудование. Попробуем проконсультироваться с экспертами и выяснить, кто может нам в этом помочь. Однако эксперты разубедили нас в необходимости погружения. По их мнению, царское надгробие попало в море совершенно случайно. Там был построен подводный фундамент для портового сооружения позднего времени. Это где-то, видимо, начало 4 века н.э. И они собирали камни, там дефицит камней на Таманском полуострове. Они собирали камни по всему городищу и выломали кусок надгробия, притащили туда и вложили под водой фундамент. Поэтому сохранилось это надгробие, иначе бы оно не дошло до нас. То есть надгробный камень с могилы царицы оказался на дне морском, поскольку был перенесен из своего изначального места. Косвенным доказательством служит тот факт, что боковые грани надгробия обработаны довольно грубо. Что же, надгробие царицы делали спустя рукава? Нет, причина в другом. Дело в том, что с лицевой и с задней стороны мрамор отшлифован, а с боков нет. Это означает, что там что-то было сбоку. И поскольку это верхняя часть, сверху была статуя, то она на чем-то стояла, и снизу было какое-то сооружение. По всей видимости, это могло быть какое-то общее большое надгробие. Да, одинокая могила на дне бухты – это странно. Но можно предположить, что человек, допустим, завещал похоронить его таким образом. Но целый подводный некрополь – это уже как-то чересчур. Итак, жена Митридата была похоронена все-таки на суше. То есть искать сокровища понтийского царя на дне морском бессмысленно. Или нет? В 2012 году у берегов Фанагории был обнаружен античный корабль. Позднее идентифицированный как «Берема Митридата Евпатора». «Берема» – грибной военный корабль с двумя рядами весел. На сегодняшний день это древнейшее судно такого типа, найденное на территории России. Любопытная деталь. Судя по останкам, судно не затонуло, а сгорело. Мы нашли во время раскопок под водой корабль, который сгорел в верхней части, он сгорел, и он затонул. Мы совершенно не могли определить ни дату корабля, очень приблизительно определяли от II века до нашей эры и до I веков нашей эры. А в этом году, неожиданно при доследовании корабля, мы нашли таран. Это боевой таран, который крепился на носу этого судна боевого, соответственно, это боевое судно. И когда он атаковал вражеский корабль, он пробивал тараном, пробивал борт этого судна, и оно тонуло. Ну, таран как таран, сама по себе находка очень редкая, но самое главное, что на ней был царский знак Митридата, полумесяц и звезда. Это говорит о том, что корабль принадлежал его флоту. Что вообще Митридат со своей супругой делали здесь, у берегов Фоногории? И почему все-таки у царской жены было мужское имя? Ну вот на этот вопрос мне, быть может, удалось найти ответ. Римский историк Плутарх, описывая одну из битв Митридата, отмечает, что всю битву подле царя находилась его супруга, Гипсикратия, проявлявшая невероятное мужество и сносившая все лишения наравне с мужчинами. Она была одета в мужскую одежду, без устали скакала верхом и сражалась, как доблестный воин. Ну, про таких говорят, что коня на скаку остановят. Так может быть поэтому Митридат свою боевую подругу называл мужским именем? Но что же Митридатова Амазонка делала в Фоногории? Возможно, ключ к разгадке, то самое сгоревшее судно. Как мог сгореть античный боевой корабль? Неосторожное обращение с огнем? Маловероятно. Пожар, скорее всего, успели бы потушить. Может быть, всему виной знаменитый античный лазер? Гигантские зеркала, якобы фокусировавшие солнечные лучи и поджигавшие корабли на расстоянии. Про подобный агрегат давно уже ходят легенды. Молва приписывает это изобретение Архимеду. Но уж он-то в Фоногории точно не был. Но вот что важно. Это был боевой корабль. Вспомним, к примеру, каким образом окончился боевой путь первого русского военного корабля «Орел». Во время восстания Степана Разина он был сожжен прямо в Астраханском порту. Что если в древней Фоногории тоже вспыхнул бунт? Античные историки эту догадку подтверждают. Римский историк Опиан в своем сочинении «Митридатовые войны» рассказывает следующее. В 63-м году до нашей эры в Фоногории случилось восстание. Жители подожгли Акрополь, где находились дети «Митридата». Узнав об этом, гипсикратия с отрядом поспешила на помощь. Возможно, на том самом корабле. Но силы оказались неравны. В итоге корабль сожгли, а царских детей взяли в плен и впоследствии выдали римлянам. Сколько работал в Ангаре, я там работаю больше 40 лет, я никогда не знал, где находится Акрополь. Мы его искали, не могли найти. Потому что это место выделяющееся всегда, либо холм какой-то, либо укрепленное место. По иронии судьбы, оказалось, что я всю жизнь работаю на Акрополе. Вот сколько я работал там, я практически все время работал, оказывается, на Акрополе, на территории Акрополя. И понять это мы смогли, потому что в один момент мы нашли одно очень большое здание, которое сгорело в сильном пожаре. Здание огромное, мы его до сих пор не исследовали до конца. Сильный пожар датируется монетами где-то первого века до нашего времени. И понять, что это такое, невозможно абсолютно. Но потом при помощи, скажем так, внимательного анализа монет, которого в большом количестве мы нашли в этом здании, мы пришли к выводу, что это здание, которое погибло в пожаре 63-го года до нашей эры. А раз так, значит, мы находимся на Акрополе. А раз так, это здание резиденции царя Митридата, в котором находились его дети. И стало все это выстраиваться в очень интересную картинку. Почему гипсикратия примчалась во взбунтовавшийся город? Спасти царских детей, матерью которых она, кстати, не была. Это были отпрыски Митридата от предыдущих жон? Возможно. Однако не исключено, что попутно одна хотела спасти еще и какие-то материальные ценности. Может быть, золото Митридата? Его, кстати, ищут вот здесь, в Фанагории, уже не одно столетие. Сокровища в этих краях начали искать еще при Александре I. В 1822 году здесь раскопали большой курган. Внутри оказался богатый клад античных времен. После этого к фанагорийским курганам толпой потекли кладоискатели. Их стараниями был нанесен колоссальный ущерб местным культурным памятникам. Ведь каждый год любители древности сравнивали с землей с десяток бесценных для науки курганов. При Александре II раскопками в Фанагории занялись, наконец, ученые. В частности, знаменитый историк Иван Забелин. Но и его методы были далеки от совершенства. Он специалист, конечно, по русской истории. И работал в Государственном музее историческом нашем. Был очень заслуженным, уважаемым человеком. Но как археолог и как специально археолог античности был не просто ноль, а нанес огромный ущерб нам. Потому что, к несчастью, он копал как раз Акрополь. Раскопки вел он очень просто. Он нанимался там, нанимались солдаты. Они прокапывали траншею шириной, скажем, там 2-3 метра. Даже больше иногда, 4-5. И прямо до материка, до песка, все сносили. На тачке грузили и вывозили, выбрасывали в отвал. То есть, если в процессе что-то находили, монету, какие-то терракотовые статуэтки, или какие-то расписные телепочки, они все это брали. Но это все было бессистемно. Вещь во время раскопок имеет ценности и значение, прежде всего, когда она найдена на своем месте. Потому что она находится не просто в земле, она находится внутри конкретного культурного слоя, который имеет конкретную дату и относится к каким-то конкретным строительным остаткам. В этом смысл и значение. А то, что это красивый сосуд или золотая монета, это второе. Первое – это точная фиксация предмета. Вот он этого не делал. Значит, предметы теряют ценность сразу же. Они становятся беспаспортными. Это уже неважно, найдено в этом месте, в этом месте, на этой глубине или на другой. Теряется все. Это первое. Второе – это бессмысленное уничтожение культурного слоя. А поскольку это самый центр города, это цитадель Крополь, здесь сосредоточены общественные здания и вся политическая жизнь, и все основные храмы, может быть, то ущерб еще становится более чувствительным. Поэтому человек нанес очень серьезный ущерб. Впоследствии за дело все же взялись профессионалы. И сегодня, благодаря археологам, древняя Фонагория открывает все новые и новые грани. Ее окрестности уже довольно хорошо исследованы, но не могилы Митридата. Значит, и у меня сейчас должно открыться второе дыхание. Во время недолгого пребывания в Керчи он побывал на горе Митридата. Это не могила Митридата, как установили археологи, это развалины древней Пантикопеи, столицы Босфорского царства. Но для Пушкина вот эти развалины связывались с именем Митридата. И зрит пловец могила Митридата озарена сиянием заката. В письме брату Льву Пушкин пишет. Думал я увидеть здесь развалины Митридатого гроба. И что же? На ближней горе посреди кладбища увидел я груду камней и утесов гроба высеченных. Гроб ли это или древнее основание башни, не знаю. Это был уже давно разрушенный город, древний, но совершенно разрушенный, ушедший, образно говоря, в землю. И ясных следов древности оставалось совсем немного. Они не давали какого-то ясного, четкого, яркого впечатления. А самая вершина, которую все принимали за могилу Митридата, тоже выглядела довольно невыразительно. Там оставалось некое углубление в виде кресла огромного, что дало повод в последствии называть это креслом Митридата. А когда нашли нечто похожее на гораздо меньших размеров на ближайшей горе, то это место стали называть первым креслом Митридата, а вот последующее вторым креслом Митридата. Ну вот мы и на горе Митридат. В черновиках путешествия Онегина есть такие строки. Он видит Керчь, уединенный на Митридатовом холме. Вот отсюда действительно открывается прекрасный вид на город. А у меня за спиной руины античного Пантикопея. Именно этот город был столицей Боспорского царства, одним из первых вошедшего в состав империи Митридата. Впрочем, у Пушкина руины Пантикопея особого восторга не вызвали. Они находились тогда в куда более запущенном состоянии. Из письма поэта Дельвигу. Я видел следы улиц, полузаросший ров, старые кирпичи и только. Но в целом, конечно, крымские впечатления оставили в Пушкине глубокий след. Для него очень важны были вот эти, даже прикосновения к античности, прикосновения к древности, потому что вот то, что называется связь времен, Пушкин очень остро чувствовал. И вот эта цепочка от Пантикопея, от Боспорского царства к нему, вот к современному ему читателю, очень живо воспринималась, как вот эта непрерывная цепь историческая. В конце концов, в последние годы жизни Пушкин занимался историческими трудами. И это все зародилось вот в этих впечатлениях, которые он получил во время путешествия с Раевскими, именно прежде всего по Крыму, по этой древней Тавриде. Но вернемся к Митридату и горе, названной его именем. Гора Митридат – это древний памятник. Это памятник древней погребальной культуры, античной культуры, связанной прежде всего, конечно, с именем Митридата, которого молва похоронила в этой горе. И я встречал людей, которые верят до сих пор, что Митридат там покоится. Эта легенда существует в Керче с конца 18 века. Говорят, Митридат был одним из любимых исторических героев императора Павла I. Вероятно, Павел увидел в античном царе родственную душу. Он тоже винил мать в гибели отца. Как известно, Екатерина II организовала заговор против собственного супруга, Петра III, после чего стала императрицей. И Павлу, как и Митридату, тоже пришлось ждать не один год, пока мать освободит трон. Но если Павел наследовал сильную и могучую державу, то Митридату страна досталась в плачевном состоянии. Все завоевания его отца были утрачены. Римляне прибирали к рукам окраины государства и настраивали соседей против Митридата. Пожалуй, единственной ценностью, которой еще могло похвастаться Понтийское царство, был выход к Черному морю. Но Митридату и этого оказалось достаточно. С годами он не только вернул былое величие своей державе, но и значительно расширил ее границы. Черное море фактически стало внутренним морем его империи. Для начала Митридат сделал то, что не удалось его славным предкам – Дарию, Киру и Александру Великому. Одержал победу над скифами. Затем к его владениям были присоединены Боспорское царство, Колхида и Каппадокия. Вот он, наш герой. Лепили, конечно, не с натуры, но вид царственный. Памятник Митридату не зря установили рядом со школой. Ведь Понтийский царь, если верить Плутарху и Оппиану, был еще и первым в истории полиглотом. Он знал более 20 языков и с каждым своим подданным мог общаться на его родном диалекте. Вот кто из сегодняшних правителей способен на такое? За несколько лет Митридат подчинил себе большую часть современной Турции и почти все Черноморское побережье. И во всеуслышание заявил о намерении освободить Грецию от римского гнета. Большинство греческих городов сдавалось Митридату без боя. В награду за покорность царь осыпал греков всевозможными милостями, а вот кремлинам был беспощаден. Дошло до того, что Митридат издал указ, согласно которому раб, убивший своего хозяина римлянина, обретал свободу. За несколько месяцев в Греции и Малой Азии были убиты десятки тысяч римлян. Причем часто это были не рабовладельцы или солдаты, а женщины, дети и старики. Уцелевшие римские олигархи укрылись на острове Делос, считавшемся родиной Аполлона. В честь него на острове был выестроен богатый храм. Митридат высадил успешный десант, и его казна пополнилась еще на несколько десятков талантов золота. Один талант – это 25 килограммов золота. Вот столько, например, весил бы литровый пакет сока, если бы он был сделан из этого металла. Золото – один из самых тяжелых металлов. А Митридат, говорят, вывозил золото в митрополию целыми кораблями. Недруги утверждали даже, что царь, не зная, куда девать свои богатства, придумал изощренный способ казни. Человеку в горло вливали расплавленное золото. Так неужели все сокровища понтийского властителя ушли на репрессии? Куда же делись золотые кони Митридата? Да и были ли они? Есть вариант легенды, который повествует о том, что Митридат создал не просто золотого коня, он создал целую композицию. Это была квадрига, это была четверка лошадей, запрещенная в колесницу. И, собственно, колесницей этой управлял сам Митридат. Эту колесницу нашел один грек, ему приснился вещий сон, и он ночью обнаружил эту скульптуру, но понял, что она огромная, и отрезал только одну голову лошадей мою. Но стук, который он производил при этих работах, привлек внимание других людей. И эти люди, это были представители греков, чешской, опять же, греческой семьи Мисаксуди, эти люди извлекли полностью эту скульптуру, непонятно, какого размера она была. И это составило основу всего будущего богатства этого семейства, поскольку глава этого семейства стал известным фабрикантом. Проведем нехитрые вычисления. Один кубометр золота весит примерно 20 тонн. Ну, а размеры взрослой лошади вы видите сами. Она явно больше, чем метр на метр. То есть на одного золотого коня у Митридата ушло бы как минимум тысяча талантов золота. А было ли у него столько? В конце концов, Рим обратил внимание на безобразие, творящееся в его греческих провинциях. За дело взялся Луций Корнелий Сулла. Он дважды подряд разгромил армию Митридата, и понтийский царь вынужден был начать мирные переговоры. Митридат пытался проявить чудеса дипломатии, но Сулла был непоколебим. Он потребовал от понтийцев полной капитуляции. В итоге Митридат потерял все завоеванные территории. Свой флот из 83-я. Кроме того, на понтийское царство были наложены контрибуции. 3000 талантов золота. 3000 талантов – это 75 тонн золота. Эту цифру можно сравнить с целым золотым запасом некоторых стран. Например, Египта. То есть для Митридата это был такой ощутимый удар по бюджету. Все богатство его державы досталось римлянам. Ауром потестес эст – золото – это власть. Не успела отгреметь первая Митридатова война, как началась вторая. Оставленный Суллой наместник решил добить Митридата и вторгся в его владение, намереваясь покорить понтийское царство. Но на сей раз Митридату удалось оказать достойное сопротивление римским гарнизонам, и теперь уже Сулла первым заговорил о мире. Римский историк Гай Веллий Патеркул дает Митридату следующую характеристику. Вождь в замыслах, воин в бою, а в ненависти к римлянам подобен Ганнибалу. Его коллега Люций Анны Флор при этом отмечает, что Ганнибал сопротивлялся римлянам 13 лет, а Митридат целых 40. Две войны с Римом не остудили его пыло. И в 74 году до нашей эры 60-летний Митридат начинает новую войну. Она станет для него последней. Понимая, что в одиночку римлян ему не одолеть, Митридат активно ищет союзников, в том числе и в стане врага, и находит. Причем весьма неожиданного союзника. О восстании Спартака большинство из нас слышало еще в школе. Рабы, доведенные до отчаяния, попытались с оружием в руках бороться за свои права, но их попытка не увенчалась успехом, и рабы жестоко поплатились за свою дерзость. Вольтер называл восстание Спартака единственной справедливой войной в истории. Но так ли это на самом деле? Вообще в истории Спартака многие факты вызывают удивление. Например, весьма странные и даже хаотичные перемещения восставших. Начало восстания. Из гладиаторской школы в Капуи, примерно в 150 километрах от Рима, бежит группа гладиаторов во главе со Спартаком. Они двигаются на юг, по дороге разоряя виллы богачей. К Спартаку присоединяются все новые добровольцы, и вскоре он оказывается во главе многотысячного войска. Восставшие захватывают город Нола, еще несколько городов, доходят до Калабрии, это уже самый юг Опенинского полуострова, и вдруг поворачивают на восток, к побережью Ионического моря. А затем они идут на север и держат путь в сторону Альп. Но добравшись до Альп, Спартак снова поворачивает, теперь уже на юг. Опять проходят через всю Италию и доходят аж до Мессинского пролива, отделяющего ее континентальную часть от Сицилии. И вот такое хождение Спартака по Италии продолжается почти два года. При этом надо понимать, что на усмирение восставших брошены все силы Рима. Со Спартаком сражается регулярная армия. Порядок в стране удалось восстановить только ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв. Теперь вопрос, кому это было выгодно? Явно тому, кто хотел максимально истощить силы Рима, то есть понтийскому царю Митридату Евпатору. Мы не можем утверждать, что Спартак был агентом Митридата. Но факт остается фактом. Восстание Спартака началось почти одновременно с тем, как Митридат вступил в свою третью войну с Римом. Именно из-за этого римские войска поначалу вынуждены были отступать, ведь Риму приходилось вести войну на два фронта. Но, разобравшись со Спартаком, Рим с удвойной силой ударил по Митридату. Грозного Сулу сменил Лукул, но он также оказался умелым полководцем. Лукул навес Митридату несколько чувствительных поражений. От полного разгрома и пленения понтийского царя спасло лишь то, что римские легионеры, преследуя Митридата, наткнулись на ослика, навьюченного мешками с золотом. Пока они делили добычу, Митридат запрыгнул на корабль и уплыл в Армению к своему зятю. Теперь у него не было ни армии, ни казны, ни страны. Митридату снова помогли раз при встании врага. В Риме у Лукула образовалось немало завистников, и в конце концов сенат отстранил его от командования и назначил на это место Помпея. Митридат тем временем собрал тридцатитысячное войско и был полон решимости вернуть прежнее могущество. Но Помпей тоже был не промах. Он разбил понтийскую армию в пух и прах и назначил вознаграждение за голову Митридата. Митридат отступил в Колхиду и двинулся на север, в Фонагорию. Почему именно Фонагория? Вероятно, из всех еще подчинявшихся ему крепостей Митридат считал Фонагорию самой надежной. Именно отсюда он рассчитывал начать новый поход против Рима. На войну, понятное дело, нужны деньги. Ни его золотых коней там не нашли. Похоже, искать следы легендарного понтийского царя следует не в Фонагории, а где-то еще. У Митридата VI было несколько имен. Например, Дионис в честь греческого бога или просто Великий. Ну, вполне себе скромно. Легенда гласит, что когда будущий царь Понто еще лежал в колыбели, в нее ударила молния. Колыбель загорелась, но младенец остался невредим. Так вот, в память об этом событии у правителя на лбу остался шрам. Вот откуда взялся Гарри Поттер с его шрамом на лбу в виде молнии. И все же, если серьезно, пока не совсем понятно, в каком направлении нам продолжать поиски. Казалось бы, вот она, память о Митридате Евпаторе на карте современного Крыма, город Евпатория. Но нет, ехать туда нет никакого смысла. Выясняется, что к Митридату город отношений не имеет. Есть, правда, версия, что здесь когда-то была крепость, основанная сподвижниками легендарного царя. Но совершенно точно известно, что находившееся на этом месте греческое поселение называлось Керкинетида. Упоминание об этом есть у Геродота в его истории. Позже крымские татары основали здесь город Кизлев, в переводе родник. А когда Крым вошел в состав России, город переименовали в Козлов. Но потом все-таки спохватились. Город Козлов звучит не слишком привлекательно для туристов. И Козлов стал Евпаторией. По всей видимости, Евпатория была названа в честь античного царя по принципу благозвучия и политического подтекста. Желание подчеркнуть преемственность античной, а не татарской традиции. Евпатория переводится как «рожденная благородным отцом», хотя не очень понятно, о каком благородном отце в данном случае идет речь. А вот Митридат звался Евпатором совершенно заслуженно. В роду Митридата были сплошь легендарные цари античного мира. Он даже как-то обмолвился, что если его познатности сравнить с правителями Рима, то он, Митридат, окажется куда славнее всего этого скопища бродяг. Ведь среди его предков Дарий, Грозный Кир и даже сам Александр Великий. Кстати, понтийское царство как раз и появилось после смерти Александра Македонского и раздела его империи наследниками, диадохами. Митридат был царским первенцем и его с детства воспитывали как престола наследника. Причем Юми Митридат великолепно проявлял себя не только в родном деле, но и в науках. Все говорило за то, что со временем он станет блестящим царем. Но когда Митридату исполнилось 14, все в его жизни резко поменялось. Отец Митридата был отравлен на Перу в собственном дворце. Причем заказчиком преступления, судя по всему, была его любимая супруга Лаудика. Именно она после смерти царя стала править понтом. Вообще для античного мира это было нормой отправить на тот свет какого-нибудь близкого родственника, чтобы самому усесться на трон. Бывало даже так, что матери убивали собственных детей. Например, Ниса Каппадокийская лишила жизни пятерых своих сыновей, чтобы они не лишили ее трона. Так что Митридату было чего опасаться. И чтобы не повторить судьбы своего отца, он спешно бежит за границу. Митридата приютил престарелый правитель Малой Армении и в итоге сделал его своим наследником. Возмужав и собрав войско, Митридат возвращается домой и отбирает у матери трон. Но тут выяснилось, что за время своего правления Лаодика подружилась с римлянами и даже подарила им целую провинцию. Так у Митридата появился новый грозный враг, с которым он будет бороться всю оставшуюся жизнь. Римская империя. Но где же все-таки находится могила Митридата? Подсказку, куда нам дальше двигаться, я нашел у Пушкина. У него есть следующие строки. Изрит пловец «Могила Митридата озарена сиянием заката». Помните, именно с этой цитаты мы и начали программу. И, кстати, пловец в данном случае это сам Пушкин, причем не очень удачливый. Дело вот в чем. Весной 1820 года 20-летний Пушкин за свои эпиграммы на царя едва не отправился в Сибирь. Спасает заступничество Карамзина. В итоге поэта высылают в Кишинев. За три недели до дня рождения он отправляется в то, что мы называем Южной ссылкой. Формально это был перевод по службе. Распоряжение генерала Инзова. Генерал Инзов, который был начальником колонистов Южного края. На тот момент непотребительный начальник Пушкина. К нему очень хорошо, теплоотечески относился. Однако по дороге к новому месту службы Александр Сергеевич весьма неудачно искупался в Днепре и заработал воспаление легких. Для поправки его здоровья приятель Пушкина генерал Раевский везет поэта на Кавказ, а затем в Крым. В Кишинев к месту ссылки Пушкин прибудет только осенью. Я просто цитирую его слова из письма брата. Счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. И эти пять месяцев путешествия действительно были одним из самых счастливых моментов его жизни. Потому что он находился в кругу очень образованной интеллигентной семьи. Боевой генерал, которым восхищался Наполеон. Все его дочери прелесть, старшая женщина необыкновенная. Очень большая дружба его связывала с Николаем Раевским младшим, человеком очень образованным. И очень многие суждения Пушкина о стихах, о литературе мы находим именно в письмах Раевскому младшему. Поэтому это была семья, где его принимали как равного, где поняли, оценили по достоинству его дарования, его талант. 14 августа 1820 года Пушкин с Раевским приезжают в Тамань. Вот здесь, в несохранившейся до наших дней Фоногорийской крепости в честь именитого гостя устраивают пышный прием. Нет, не в честь Пушкина, а в честь генерала Раевского, героя войны 1812 года. Пушкин был тогда еще никому неизвестен. Из произведения которой его обессмертят он на тот момент написал только Руслана и Людмилу. Утром следующего дня Пушкин и Раевский отплывают в Керчь. Мы последуем за ними. За восемь часов путешественники пересекли Керченский пролив и перед взором Пушкина предстала знаменитая гора Метридат, возвышающаяся в центре Керчи. Поэт, как и его современники, считал, что именно здесь находится могила античного монарха. У этой лестницы 423 ступени. Сейчас я прошел меньше половины. Честно скажу, нелегко. Правда, когда-то по этой лестнице поднимались Николай Первый, Александр Второй и ничего, говорят, не жаловались. А когда здесь был Пушкин, то лестницу вообще еще не построили. И поэт взбирался по крутому склону и дошел до вершины.